Евроинтеграция. У нас же страну потащили туда, где размещены деньги Воронина, Филата, Плохотнюка. Австрийский банк, банки Швейцарии, также некоторые компании в США. Владимир Николаевич Воронин, который фактически стал зачинщиком того, что произошло, то, что наша партия была снята с выборов, он приполз к Филату и Плохотнюку со словами о том, что давайте снимать Усатого, потому что я четко понимаю, что начнутся переговоры после выборов. У нас с Усатым и с Дадоном может получиться даже конституционное большинство. То есть про большинство 51 мандат, в этом даже никто не сомневается, уже последние 3-4 месяца. Убрав Усатого, нам с Дадоном может не хватить голосов для большинства, и на меня никто не будет давить. Воронин сегодня в селах, где 80% населения говорят на русском языке, Воронин рассказывает про таможенный союз. В селах, где 80% говорят на молдавском языке, Владимир Николаевич рассказывает про евроинтеграцию. Но это есть все в интернете, вы можете увидеть. Ведь те проблемы, которые есть сегодня в стране, они именно при Воронине начались. 2003 год меморандум Козык, 2008 год Воронин у нас проевропейский, потом Воронин пророссийский. А сегодня Владимир Николаевич, после 70 лет, некоторые люди, к сожалению, начинают убегать из дому, примерно как Воронин. Я говорил о том, что в коалиции у нас не будут проблемы, потому что Воронина либо в 2 часа ночи нужно искать в гостинице одного из лидеров правящего альянса, либо в 9 утра в американском посольстве. Но несмотря на все проблемы с Воронином, я сделал открытое заявление, официальное заявление несколько месяцев назад о том, что будущая коалиция должна быть с партией коммунистов и партией социалистов. Партия социалистов подтвердили, что они также готовы идти в эту коалицию. Воронин говорит, что я не согласен. Партия коммунистов наберет более 50% на предстоящих выборах. То есть Владимир Николаевич имеет эти же опросы. Он видел результаты моих. Он заказывал свои опросы. Он понимает, что даже если все будет очень хорошо, то на предстоящих выборах партия коммунистов наберет максимум 30%, но никак не 55-57%. Я написал открытое письмо 2 недели назад, спровоцировав то, что мы имели сегодня в судах. Владимир Николаевич, если вы официально не выступите и не заявите свою позицию, с кем вы делаете коалицию, мы будем расценивать это как сговор с действующей властью, то, что вы пытаетесь создать коалицию после выборов с Филатом и Плохотниковым, то есть представителями так называемых проевропейских партий. Вы знаете, я очень благодарен тому, что, несмотря на то, что начались все эти проблемы 3 дня назад, очень много журналистов, очень много международных организаций, некоторые политические партии высказывались в нашу поддержку. Меня поразило даже то, что некоторые политики, которых называли или считают проевропейскими, они говорили, что то, что сделали с нами, это узурпация власти, и это беспредел. И ни о каком европейском будущем тут говорить нельзя. Я благодарен лидеру партии социалистов, который выступил в нашу поддержку, и, к сожалению, сегодня остался один против правящего режима и против Воронина, потому что Воронин, он покажет, кто он такой, после выборов, и вы убедитесь в том, что я говорил правду, и не просто говорил правду, что я четко осведомлен о том, что в стране происходит. Ведь два месяца назад именно Воронин собрал экс-премьера Филата, вице-спикера Плохотнюка, и говорил о том, давайте что-то решать с усатым, потому что может случиться так, что даже усатый плюс коммунисты, это уже будет большинство в парламенте. Сегодня снятие партии с участия в выборах, вот мне пришли СМС, что все-таки есть уже официальное заявление, что после четырех с половиной часов заседания высшая судебная палата Молдова отклонила наш иск противоапелляционной палаты. И для меня это не новости. Я видел заявление посольства США о том, что у них есть какие-то сомнения, и о том, что они недовольны тем, что в Молдове не соблюдается верховенство закона. За 10 минут до начала сегодняшнего заседания посол Евросоюза, господин Пиркотопеола, выступил с этими, с таким же примерным заявлением. Я благодарен МИДу Российской Федерации, который вчера четко озвучил позицию, что ни о какой демократии в стране не может быть речи. И, в принципе, один из пунктов, который они очень боялись. Да, я открыто говорю о том, что у меня сегодня гражданство Республики Молдова, я гражданин Российской Федерации. Но я говорил о том, что как мы пройдем в парламент, все чиновники в Молдове обязаны иметь только одно гражданство. У нас сегодня шесть судей Конституционного суда, граждане Румынии. О каком законе мы можем говорить? И самое страшное, что контролируется это все человеком по фамилии Плохотнюк, так же, как Верховный суд и апелляционная палата. Сегодня очень много просьб от разных политических партий высказать свою позицию на тему, кого мы поддерживаем и за кого люди должны голосовать. Но сегодня, имея сотни тысяч сторонников в Молдове, я хочу сказать следующее. Мы сегодня должны показать правящему режиму в Молдове, что мы их не боимся. Мы должны им показать, что мы пойдем до конца. Я призываю всех сторонников, всех сторонников политической партии Патрия, так как мы есть в бюллетене, и нас невозможно уже из него исключить, так как выборы завтра, все-таки голосовать за политическую партию Патрия. Тем самым мы покажем, вот они признают недействительными 15-20% в бюллетене. Ну вот мы будем понимать, как у нас сегодня есть электорат. Я хочу пожелать успехов партии социалистов Игорю Додону, который подчеркивает, что остался один против режима Филата, Плохотнюка и Воронина. Я призываю всех граждан Молдовы не голосовать за правящий режим и тем более не голосовать за партию коммунистов во главе с Владимиром Николаевичем Воронином, потому что Воронин сегодня фактически является главным злом для страны. И чем больше наберет Воронин, тем больше шансов создать мощную очередную коалицию из трех Владимиров, потому что так же зовут и Филата, и Плохотнюка, и Воронина, которая добьет остатки демократии в Молдове. Сегодня в Молдове дети учат в школе историю СССР. Я человек, который родился в этой стране, который с детства от своих родителей узнал о том, что я молдаванин, о том, что я говорю на молдавском языке, что я живу в стране под названием Молдова. И для меня то, что я узнал от родителей, родителей от своих предков, намного важнее, чем вся Молдавская академия наук, которая сегодня у нас зеленого цвета, это официальный цвет либерал-демократической партии. Сегодня, когда они, кроме гей-парадов, запретов всего, что связано с советским прошлым, в этой стране ничего не сделали. Сегодня люди, которые руководят страной, они пытаются доприватизировать то, что не успел приватизировать Владимир Николаевич Воронин, который начал в 2004 году. Я понимаю Воронина, который испугался того, что такие известные депутаты парламента ПКРМ, как Григорий Петренко, Александр Петков, сделали заявление о том, что вступают в наши ряды и покинули фракцию коммунистов в парламенте, потому что люди, которые выходят с инициативой против действующей власти, в Воронину их никого не включил в парламентский список. Мало того, в зале был один-единственный депутат парламента, Григорий Петренко, когда голосовали за подписание договора с Евросоюзом, он остался один, проголосовал. И Воронин потом говорит европейцам, мы не голосовали против евроинтеграции. Был в зале один наш дурак коммунист Петренко, но всей этой фракции не было. То есть Владимир Николаевич, я понимаю, что сегодня опытный политик, который умудрился врать в течение 10 лет, даже не 10, а уже 13 лет в Российской Федерации, врать своим избирателям. Поэтому я призываю всех ни в коем случае не поддерживать эту партию, потому что в стране ничего не изменится. Я хочу обратиться к своим сторонникам и сказать, что никто не убегал позавчера, когда я экстренно покинул Молдавию. Вы знаете, я говорил о том, что не боюсь сесть в тюрьму, лишь бы люди в стране стали жить лучше. Но садиться в тюрьму, когда уже готовы аресты на всех ключевых активистов политической партии Патрия, я понимаю, что сидя в тюрьме, я не смогу никак продвигать процесс, развивать партию. Я также запретил выход на беспорядки, даже акции протеста, не то что беспорядки. В Молдове позавчера, потому что я вам уже говорил, готовы бокс команды. В Молдавии, если кто-то и готовит украинский сценарий, то это правящая власть. Я понимаю, что приехал господин Порошенко, который их правильно проконсультировал в Молдавии на прошлой неделе. Я понимаю, что все больше граждан Западной Украины без паспортного контроля въезжает сегодня на территорию Молдавии. Они нам готовили. После заявления о том, что ЦИК подает в апелляционную палату прошение о снятии нас с участием в этих выборах, сразу в проправительственных СМИ появляются статьи. Активисты Рената Усатова на 20 автобусах выехали с севера Молдовы. Часть из них вооружены. Активисты Усатова на 5 автобусах выехали на Кишнев с юга Молдавии. Я понимаю, что это провокация. Я выхожу, записываю видеообращение в Ютуб с просьбой без моего видеообращения не реагировать на такую информацию. И что вы думаете? Через 15 минут на моей странице в Фейсбуке, официальной странице, на моей странице личной, на партийной странице появляется заголовок. Я, Ренат Усатый, призываю вас с оружием в руках срочно прийти к зданию правительства для захвата власти в стране и так далее. Я это удаляю, даю опровержение. И что вы думаете? Фейсбук у меня отключился вместе с персональным сайтом. Одновременно была отключена вся связь, все корпоративные телефоны в стране, мобильные, были отключены вместе с Фейсбуком, с персональной страницей, моим официальным сайтом, РУ-1. Все было отключено. То есть фактически все сделано было для того, чтобы люди реагировали на эти провокации. Полиция поставила на контроль доставку, извините за выражение, трупов в Кишиневский морг. Говорит, информирует нас каждые 30 минут о новых трупах. Я думаю, вроде никаких волнений нет, какие трупы. Это касса трупов, которые должны были найти у нас во время акции протеста. И то, что они такие умные и решили, что мы выйдем на акцию протеста, против нас должны были выйти гражданские, не работники полиции. Потому что сегодня, чтобы вы знали, наш авторитет в МВД, в Генеральной прокуратуре, в Службе информации и безопасности намного выше, чем теми, которые ими руководят сегодня. Там есть негодяи, но основная масса – это хорошие ребята. Никто бы на нас не поднял руку. А вы понимаете, что когда бы на нас пошли бы с ножами, оружием так называемые патриоты, которые их начали свозить в Молдавию не так давно, и полиция вмешалась бы, скажем так, для того, чтобы нас якобы разделить. Вы понимаете, чем бы это закончилось? Все ролики, повторяю, которые показываются в Молдавии последние несколько недель, о том, что есть секретный план по захвату страны Молдова под названием, о том, что привозятся деньги из Российской Федерации. Вы видели бы эти рюкзачки с молотовыми коктейлями. Вы знаете, сегодня в Молдавии люди, они не то, что пассивные, это добрые работящие люди. И слово молотов, коктейль в Молдавии, это то же самое, как если бы сказали, что молдавский космонавт улетел на Марс на прошлой неделе, понимаете? То есть, четко видно, что работают специалисты. И самое главное, так называемый Майдан, потому что то, что планируется в Молдавии, именно так и называют, вторым, следующим Майданом, готовит действующая власть, я вам ответственно заявляю. Потому что на предстоящих выборах они наберут не более 45 мандатов депутатских, то есть, процентов 38-40 на всех. Да, будут фальсификации. У нас уже на 500, по моей информации, по-другой, на 700 тысяч бюллетеней увеличилось. То есть, у нас количество избирателей в стране увеличилось. В Российской Федерации открывается 5 избирательных участков, в западных странах 95. На Россию отправляют всего 15 тысяч бюллетеней для завтрашнего голосования. При том, что количество граждан, работающих в Российской Федерации, превышает то количество граждан, которые работают в странах Евросоюза. Мне сегодня понятно, что то, что произошло по отношению политической партии Патрия, решали не в одиночку Филат Плохотнюк и Воронин. Я допускаю, что сегодня это было четко согласовано с некоторыми западными посольствами, потому что все понимали, что предстоящие выборы это решающий бой. Они видели и вот эти же опросы, которые НДА и делали не для того, чтобы завысить мне рейтинг. и когда показывают, что ЛДП 16%, Демпартия 11%, то есть 27%, и Либеральная партия 8%, то есть получается 35% набирают сегодня проевропейские партии, которые руководят страной. И видя такие результаты, как вы понимаете, там могут в Молдаве не только Майдан готовить, потому что четко понимали, что я говорил, наша позиция, позиция партии социалистов была четко. Мы выступаем за динонсацию договора с Евросоюзом и люди на референдуме будут решать. Я даже говорил, что не я с Додоном должен решать, куда пойдет страна, в каком направлении, а должны жить, решать люди, которые живут в этой стране. Я посвящу всю свою жизнь политическому процессу в Молдове. Я сегодня хочу, чтобы понимали все, особенно граждане Молдовы и проживающие в Молдавии, и в Российской Федерации, и вообще во всех странах мира, что мы наступит день, мы победим, мы прогоним этот правящий режим, потому что с Ворониной, без Ворониной, любая коалиция, которую они создадут сразу после выборов, она сможет жить максимум до июня месяца, потому что в июне месяце в Молдове местные выборы, я уверен, что вместе с выборами пройдут досрочные парламентские. Примерно все. Спасибо, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Коллеги, поднимайте руки, представляйтесь. вопросы. Да, пожалуйста, на последнем ряду вам дадут микрофон, представьтесь. Я с вашего разрешения сидя, потому что мешают плафоны. Нагерняк, Юрий Иванович, Рената Георгиевич, из ваших слов понятно, что при любом исходе выборов вы в политике остаетесь и будете ей заниматься серьезно. Поэтому, первый вопрос, если можно, вот как вам видится дальнейшая политическая деятельность в случае, если все-таки у власти останутся евроинтеграторы? Сможете ли вы находиться в Молдавии или вы будете присутствовать в России? Будут ли построены и работать структуры партии в Молдавии? Как будет происходить этот процесс? Спасибо, спасибо. Вы знаете, если партия, которая, для сравнения, чтобы вы знали, партия коммунистов сегодня насчитывает 45 тысяч членов в Молдове. Наша партия имеет 33 тысячи членов за 10 месяцев. У нас есть структуры абсолютно во всех районах Молдовы. Да, есть определенные проблемы, приходят сотрудники МВД, представители спецслужб и угрожают, что за любые контакты со мной, за любую попытку, неважно какой виде поддержки, у людей будут проблемы. потому что сегодня те партии проевропейские, которые руководят страной, например, либерал-демократическая партия контролирует МВД, Министерство здравоохранения и Министерское образование, хотя их больше. Сегодня всех работников заставляют становиться членами этой партии, то есть сегодня все работники полиции зеленого цвета, но это цвет ЛДПМ, также все врачи-учителя, то же самое демократическая партия Плохотнюка, где все прокуроры, работники паспортных столов, но это не говорит о том, что это их сторонники, как вы понимаете. Почему сегодня вот в этих отчетах и в письмах адресованных Госдепартамент США написано, что мы не можем понять пока феномен Рината Усатова, но это вирус, который запрещен практически во всех СМИ в Молдавии, но он входит как вирус в каждый дом, не спрашивая о том, что ждет его там кто-то или нет. Сегодня, если имея узнаваемость 5% в январе и сегодня имея узнаваемость 90%, как вы понимаете, они видят, что даже в населенном пункте действующий премьер навстречу собирает 40 человек. Ко мне, извините за нескромность, приходит 400, при населении деревни в 450 человек. Они видят тысячи людей в райцентрах, они видели, вот привозил демократическая партия проевропейская, это, кстати, непонятная для меня ситуация, позавчера там был концерт, который они организовывали на площади. Я написал в фейсбуке, что те, кто пойдут на концерт одного из главных преступников в стране, это будет неправильно. На концерте, в концерте участвовал и кричали, что мы за одним партию, Филипп Киркоров, Басков, Малахов и другие, то есть для меня это, если честно, был шок, непонятно, то есть что это было за кино, но я думаю, есть кому задавать вопросы на эту тему. К ним на концерт пришло 2000 человек. Когда организовал такое же мероприятие с одним единственным артистом, как, например, Стас Михайлов, было 120 тысяч человек за месяц до этого. Я никогда не выходил на сцену и не рассказывал про политические лозунги. Я говорил всегда 2-3 минуты и вы можете найти в интернете реакцию толпы в 50-100 тысяч человек, когда я говорю. Ведь мой арест позавчера был именно связан с тем, что они понимали, что если Усат окажется в подвале, то люди не могут так реагировать на моих активистов, сторонников, как на меня. Поэтому я буду продолжать этот процесс. И сегодня я вернусь в Молдавию, несмотря на все уголовные дела, мандат на арест, который не тщательно скрывают. И вы знаете, что я думаю, что если при въезде в страну меня встретят 5-10 тысяч человек, то мандат на арест может им не помочь. Если бы я нарушил закон, нет проблем. Но извините, когда меня делают бандитом, преступником, представителем русской мафии, спецслужб. То есть чем больше рос у усатого рейтинга, тем больше меня обвиняли в том или ином преступлении. Они дошли уже до того, что, кстати, в день, когда ЦИК нас снял с выборов, Молдавию посетила гражданка Российской Федерации, ну по крайней мере по документам видно, что она является учредителем офшорной компании Мегатрикс. И несмотря на то, что у меня все физические лица, это те, которые вносили деньги в избирательный фонд, чтобы показать именно связь с Москвой, с этого офшора было зачислено порядка 30 тысяч долларов в наш избирательный фонд, что является также еще одним поводом для автоматического снятия с выборов. Мы говорим о том, что, ребята, деньги не поступили в избирательный фонд, потому что банк по закону не имеет права принимать платежи, пока мы не подтвердим этот платеж. Они говорят, не, не, это уже как бы достаточно, чтобы не просто из-за рубежа, а именно с Российской Федерацией, понимаете. Для этого я уверен, что они нашли где-нибудь там кого-то в той или иной области Российской Федерации и четко под этот проект привезли. Потому что офшор был создан в октябре 2014 года и должен быть ликвидирован в январе 2015, ну то есть на три месяца. Мы будем бороться. Я благодарен людям, которые мне верят, тем, которые поддерживают. Я знаю, что после снятия с выборов, почему сегодня Верховный Суд, Высшая Судебная Палата, вернее, оставила в силе, то есть отклонили наш иск. Потому что после моего снятия позавчера, как участника выбора, я вас уверяю, что завтра бы я набрал 30% вместо 18-20%, которые планировались. Люди доверяют, я буду, для меня важно, я не могу использовать людей как пушечное мясо, понимаете. То есть выводить людей позавчера и как появятся трупы, они были готовы к этому. Мы не готовы, мы не использовали оружие, мы вышли мирно, как мы один раз уже выходили. Поэтому будем думать как. Но сегодня, если они не соблюдают в стране законы, если законы не работают, они есть, но их никто в стране не соблюдает. Я использовал все законы и методы до сих пор, пытался зарегистировать одну партию, вторую, третью. Результат мы сегодня видим. Сегодня вот то издевательство над законом за то, что покупка автомобилей, то есть я там в начале этого года, в прошлом году дарил автомобили ветеранам, афганцам, денежные премии ветеранам Великой Отечественной войны, которые были в три раза больше премии, которые выделяло правительство, детские дома, фонды. Все автомобили, которые я подарил, они посчитали, что это автомобили, они их привязали к предвыборной кампании, которая началась официально для нас 13 октября с момента регистрации, понимаете, то есть люди смеялись. У нас Михаил Бушуляк, Медриган, Игорь Шеремет, это одни из сильнейших юристов-адвокатов в стране, мало того, они, Бушуляк проработал 15 лет в ЦИКе, вы понимаете, то есть это один из самых опытных юристов-адвокатов в стране. Это нам не помогло, весь зал смеется, судьи сидят, это надо было видеть в глаза представителей ЦИК, судим, хотя несколько представителей ЦИК, несмотря на все запреты, проголосовало против того, чтобы нас снимали. Мы победим, я вам могу сказать, что информационных поводов теперь будет предостаточно, в том числе для российских СМИ, потому что, если я в них не появлялся, родился там в Фейсбуке в Одноклассниках, меня это как-то устраивало, сейчас мы покажем им, что мы что-то можем. Если посольство США, мы попросили, посольство Румынии, посольство Великобритании, чтобы они четко вмешались, потому что эти люди, состояние на них повлиять, они высказали свою озабоченность. Но поверьте мне, если бы они хотели, мы бы участвовали в этих выборах. Они нас сняли с выборов. Будет лезть посольство США во внутренние дела Молдавии, я в одной из передач в Молдове сказал, я закрою американское посольство, сделаю из него караоке, и даже не буду стесняться об этом говорить. А в какие-то международные структуры вы не хотите обратиться? Ведь попраны права ваших избирателей, по сути. Вы знаете, глава миссии наблюдателей, глава АДИР, я с ним встречался три недели назад, я ему рассказывал, как нас снимут с выборов, как нас попытаются арестовать и за что. То есть, они говорят, не может быть. Все аналитики страны, 90% из них, пророссийские, проевропейские, прорумынские в том числе, вышли позавчера и открыто заявили, что то, что сделали против Усатова, это беспредел. И мы те, которые поддерживали евроинтеграцию, реформа вюстиции согласно европейским нормам, это то, что мы видим, поэтому куда обращаться? Мы говорили с ОБС, с ООН, все говорили, да, это странно, но, скорее всего, вы ошибаетесь, так не будет. Я в воскресенье в фейсбуке написал о том, с какими вымышленными нарушениями работники полиции придут в ЦИК в воскресенье. В воскресенье вечером в фейсбуке я записал видео, опубликовал, о том, что будут, что найдут при обысках, на следующий день работники полиции будут обвинять об этом, как они любят говорить, мы на Москве, рука Москвы. Я говорил про автоматы Калашникова, гранаты, молотовые коктейли, все то, что говорил Усат в своем видеообращении, именно то нашли на следующий день, на 90% совпадений. Я говорил за месяц, что у меня будут три уголовных дела, работники полиции сдержали слово, именно три их было, причем за неделю они за месяц. У меня уже аналитики спрашивают, Ренат, вы хотите остаться в истории Молдавии пророком или все-таки хотите стать политиком? Я сказал, что меня не устраивает участь бабы Ванги, но в то же самое время, вы знаете, это моя безопасность, поэтому я был вынужден все знать. И румынские телеканалы за две-три недели назад летят в Лондон к человеку, который находится в розыске в Российской Федерации, в Молдове, хищение в особо крупных размерах, организация убийства и так далее. Берут у него в Лондоне интервью, скажите, вы знаете, кто вас заказал? Он называл в России кого угодно. Он говорит, вы знаете, киллера все-таки отправил Ренат Усат в разгар предвыборной кампании. Из этого делают сенсацию и начинают это на румынских каналах, молдавских показывают. Единственное, в чем меня не обвинили, это в убийстве Кеннеди. Там просто не сходится по году рождения. Уверен, что обвинили также бы меня. Спасибо. Давайте сначала, кто не задавал, вот с краю, пожалуйста, представьтесь. Итертаж, Жуков Валерий. Вы объясните, пожалуйста, или я неправильно услышал, вы призываете своих сторонников голосовать на выборах. За кого? Партия не снята? Нет. Спасибо. Партия, как подтвердили, с Кишинова снята. Но так как бюллетени напечатаны, сегодня я не готов взять на себя ответственность и сказать, идите голосуйте за одного или второго или третьего. И я хочу показать протестный электорат в стране. Так как у нас электорат сегодня, вот, например, партия социалистов, у них строго электорат за Таможенный союз. У нас, чтобы вы понимали, русские, украинцы, молдаване, румыны, когда они приходят, я их спрашиваю, ребята, как бы у нас, говорит Ренат, вы патриот этой страны, вы выстроите отношения с Российской Федерацией, вы не сделаете то, что Молдавия же сегодня полигон, на который Запад выясняет свои отношения с Российской Федерацией. Поэтому электорат идет голосовать за нас, вот и проверим. 100, 200 тысяч или 300. Второй вопрос, тоже уточнение. Значит, вы даете время жизни, если нынешняя коалиция приходит опять к власти, так сказать, в парламенте, вы даете до выборов местные органы власти. То есть, максимум полгода. Максимум полгода. А что по законодательству Молдавии, если они проигрывают местные органы власти? Или вот объясните, пожалуйста. Нет, это я сказал, что их желательно провести вместе с местными в юниях для экономии бюджета. Но, я вам объясню ситуацию. Сегодня Филат, это человек экс-премьер уволенный по подозрению в коррупции, председатель ЛДПМ. Они его увольняют по подозрению в коррупцию. Сегодня он устраивает фотосессии со всеми европейскими лидерами от Малада Велика. У него огромное количество уголовных дел в Молдове. Около восьми. Сегодня их прячут. У него дело по контрабанде сигарет в Румынии. 98-й год, 2000, не помню, какой я, не хочу. То есть, сегодня европейцы и американцы будут срочно что-то менять в стране после выборов. Объясним почему. Потому что сегодня рейтинг евроинтеграции в стране падает из-за Филата Плохотнюка. Вот этих двух людей, которые сегодня стоят вверху пирамиды под названием Светлый путь Молдовы в ЕС. Это два преступника. Это главное зло для Молдавии. Вот в личном рейтинге, я вам потом оставлю документы, Саня, посмотрите. Значит, к Плохотнюку доверяет антирейтинг. 87% и у Филата такой же, экс-премьер. И европейцы понимают, что если их оставят еще на 4 года, их даже если на год оставят, то за евроинтеграцию, поверьте мне, уже летом в этом году будет 30% населения страны. Поэтому они будут срочно пытаться что-то менять, мне это четко понятно, так же, как и выступления кандидатов президента Румынии Понты. Я первый сказал год назад в одной из телепередач, что готовят объединение Молдовы с Румынией. Мне сказали, что нет логики в том, что я говорю. Только после этого выходит господин Басецку с заявлением, что это нужно сделать. И кандидат президента Виктор Понта говорил открыто, что присоединение Молдовы к Румынии это основная задача связанная с моей внешней политической деятельностью как будущий президент Румынии. Понимаете? И сегодня в Молдавию, почему я понимаю, что Молдавию въезд затащили и европейцы не знают сегодня, что делать? Потому что, как раньше Христофор Колумб индейцам давал колокольчики в обмен на золото, сегодня так украли суверенитет республики Молдова. И поверьте мне, люди поднимутся, это не жить этой коалиции. То есть, шесть месяцев это я вам сказал максимум. Вы знаете, вот я сейчас смотрю кодекс о выборах парламента республики Молдова, статья 91, несостоявшиеся выборы. Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися, если в них принимают участие менее половины лиц, включенных в списки избирателей. Как вам кажется, может быть, люди, которые за вас хотят проголосовать не просто на выборы не пойдут? Вы знаете, была такая идея, скажу честно, вчера, но проблема в том, что в Молдавии сегодня уже не могут работать СМИ. И создать за сутки неявку, ведь это тоже был один из поводов, почему нас именно сняли за три дня до выборов, а не месяц назад. Потому что, поверьте, за месяц я бы раскачал ситуацию, что выборы 100% признали бы, несмотря на все попытки фальсификации, признали бы несостоявшимися. То есть, за сутки, к сожалению, не получил, потому что у них главный помощник Воронин. Воронин же является человеком, председатель партии коммунистов, который у нас был самый пророссийский, он обращается в ЦИК с просьбой снять социалистов с выборов вместе с Додоном. А вторая просьба его была вчера, кстати, ЦИК сегодня может вынести решение, поднять Додону порог с 6% до 9%, так как есть по списку председатель партии Единая Молдова, Суркан. А в Молдавии очень много раз лидеры разных партий шли по списку одной партии, закон это не запрещает. Они это называют скрытой попыткой сформировать блок, то есть формирование скрытого блока. И хотят поднять до 9% в надежде, что вдруг Додон провалится. Но я думаю, что, я уверен, что с участием, особенно с условием, что мы были сегодня сняты выборов, Ворон, Додон наберет партия социалистов больше 9%, даже если сегодня не подстроят эту провокацию. Вы представляете себе, ЦИК, как ЦИК может высказываться меньше, чем за сутки до выборов, понимая, что мы не можем выходить в Молдавии на пресс-конференции и так далее, и так далее. Я обещаю одно, как и всем жителям Молдовы, что и Филат, и Воронин, и Плохотнюк, все люди, которые довели страну до того состояния, сотни тысяч людей сегодня в Москве, все же знают проблемы мигрантов. Сегодня людям разрешили, сделали амнистию, чтобы люди могли выезжать из Российской Федерации в Молдову и после 1 декабря могут спокойно заезжать, аннулированы будут все эти черные списки, запреты и так далее. Они во всех СМИ, включая Воронина, говорят о том, что не-не, это все выдумка, не езжайте в Молдавию голосовать ни в коем случае, вас потом в Россию никто не пустит, продолжайте там находиться нелегально. Они просто подонки. Вот это тройка Владимировна. Еще раз, пожалуйста, микрофон. Если можно, хотел бы еще раз вернуться к вашей рекомендации вашим сторонникам голосовать за партию Патрия, даже в том случае, если партия будет, ну как понятно сейчас, если она будет снята с выборов. Уже снято, да. Уже снято. Не нанесет ли на ваш взгляд такое решение, но если оно, во-первых, официальный характер, официальный с вашей стороны, или вы, так сказать, озвучите это, или можете его еще изменить, не нанесет ли это ущерба левым партиям? Не получится ли так, что очень большое количество голосов, которые будут отданы за вас, будут дозавуированы? Тем самым левые партии, не только партии социалистов, понятно, почему не партии, не ПКРМ, но есть же и другие левые партии, которые придерживаются той же примерно позиции, что и вы. Ну, там условно, партия Возрождения, к примеру. Название левое у коммунистов есть, но есть и реально левая партия. Это сегодня партия Додона. Я не делаю ему политическую рекламу, но я говорю о том, что реально в стране происходит. Я вижу во многих российских СМИ левые партии, как партия коммунистов, социалистов, усатого, хотя я считал, что я в центре. Ну, мне не важно, как меня назвали, мне важно было объединять общество, а не разделять, понимаете? Поэтому сегодня слева только Додон из тех, кто участвует завтра в выборах. У всех остальных партий рейтинг 0,1%, 0,15%. То есть там нет единственной, которая что-то из себя представляет, это 1%. Там есть блок за таможенный союз. Но к нему очень много вопросов, в том числе у местного населения, хотя там от моего имени они уже присылали, все голосуйте за нас. Я, знаете, вот эти проработки пророссийские партии, которые все пророссийские, только в предвыборную кампанию, а потом через утром уже голосуют за евроинтеграцию, как Демпартия, помните, да? Приезд на Рыжкино в страну, подписание с Воронином, протокол о намерениях, о создании левоцентристской коалиции. И у нас Лупу, который был на всех билбордах в стране, с Грызловым, подписание с Единой Россией, у нас стал проевропейским, понимаете? Поэтому я насчет левых партий с вами не согласен, что их много, им можно навредить. Вот Адона 100% электорат за таможенный союз, где мы смотрели эти таблицы корреляции, там переходы, у меня протестный электорат, вот люди, которые приходят, говорят, мы голосуем последний раз в жизни, либо первый раз. Спрашиваю, почему они, говорят, вы всех посадите. Я говорю, понял, спасибо. Реонид Георгиевич, вы предвосхитили отчасти мой вопрос, он заключался в том, как вам видится конфигурация молдавского парламента, вот при том раскладе, который вы описали? Там же практически левые будут представлены на очень небольшом уровне. Я вижу проект, который я называю «Американская свадьба», это широкая коалиция, что и чтобы общество не стало возмущаться о том, что вот эта преступная власть останется на 4 года. Они же тащат туда Воронина как этикетку. То есть показать, что даже коммунисты-оппозиция, скажем так, вошли в так называемый «Альянс за евроинтеграцию». Владимир Николаевич, вы посмотрите все его последние заявления, медуофициальные. Мы пересмотрим несколько пунктов, но в принципе там все в порядке. Он просто сегодня уходит. Он не то, что ушел от темы таможенного союза. Он исключил даже всех депутатов. Часть из них у меня в предвыборном списке, часть просто люди остались на улице. То есть все, которые выступали против правящего режима, включая журналисты, которые имели доверие как Петков, тот же Константин Старыш в Молдове. Старыш не проходной, Петкова он выгнал. Понимаете? Поэтому расклад они будут добиваться именно включая коммунистов. Потому что сегодня, во-первых, у них не получается большинство. Вот я вам, поверьте, октябрьский опрос от октябрьского не сильно отличается. То есть вы видите, 35% на всех проевропейских. То есть, хотя у них есть проблема с унионистом ГИМПом. Он же кричит у нас в стране, меня назвать террористом. Тот кричит про объединение с Румынией, вступление в НАТО. То есть это как бы нормально. То, что Усатый говорит про правильное выстраивание отношений с Российской Федерацией, это плохо. Поэтому с Воронином они будут, и это начнутся проблемы. Они сейчас друг друга будут, снимаясь с должностей. То есть, даю вам 100%, что право на жизнь на 4 года эта коалиция не имеет никакого, 100%. Вы еще говорили о нескольких сотнях тысяч дополнительных бюллетенях. Не получится? Нет, нескольких, и там минимум 500 тысяч. Не получится ли так, что те бюллетени, где будет стоять галочка за вашу партию, будут изъяты? Вы знаете, будет сброс. Нет, во-первых, то, что признаны недействительными, бюллетени, которые будут за нашу партию проголосуют, они будут признаны недействительными. Эти голоса не перераспределяются. Для меня важно другое. Завтра будет 4 тысячи наших наблюдателей работать на всех участках. То есть, то, что я снят с выборов, это не значит, что все, закрылись офисы, наблюдать, нет, наблюдатели идут на участки. У нас организована работа колл-центра. Я вчера специально выступил с видеообращением в Ютубе, где я четко говорил о том, что все наблюдатели должны быть на участках, люди должны идти голосовать, мы должны показать свою гражданскую позицию. Поэтому, если они начнут какой-то творить беспредел и выступят против тех же социалистов, попытаются, потому что им сегодня, хоронить их сегодня не будут, ну, потому что они сами там не сильно смогут что-то поменять. Но если будет какой-то беспредел со стороны властей, поверьте мне, перелет из Молдовы, из Российской Федерации в Молдову, это час 40 минут и 6 рейсов в день. Поэтому я там окажусь в нужное время, в нужном месте. Ну, то есть, ваши люди будут следить за тем заходом выбора? Да, заходом выбора будут докладывать, конечно. Нет, жизнь не останавливается, процесс продолжается. Благодарю всех сторонников, которые у нас там есть и поверьте, что все будет в порядке. Я уверен, что мы все равно победим. То есть, так просто это не закончится. То есть, то, что боятся, как кто-то говорил, сначала над новым политическим проектом могут смеяться, потом могут игнорировать. Меня игнорировали в СМИ, даже когда по опросам у меня уже было 10-12% в стране. То есть, меня не было опроса. Вот нету усатого, нету партии. Я говорю, хорошо, нет, пойдем концертами. Благодарен, кстати, нашим исполнителям, Григорию Лепсову, Михайлову, которые очень серьезно поддержали. Но не пускали в СМИ, я выходил во время, когда на концерте 100 тысяч человек, говорил несколько добрых слов. Буду продолжать заниматься благотворительным. Мы победим их, я вас уверяю. И докажу, что мы станем партией, которая защищает интересы граждан Молдовы и которые превратят Молдову в экономическую площадку, где Запад с Востоком взаимодействует, а не показывает свои амбиции так, как они делали до сих пор. И сегодня самый хороший вариант свалить еще и Молдавию на русских. Вот у нас там президент выступил, Тимофтьев, что он обращается к партнерам Молдовы, оказать там помощь, что вот Россия готовит там переворот, еще что-то. Вы знаете, наш президент, которого избирали, я, к сожалению, стал невольным участником, когда голосовали за Тимофтьев, не голосовали, а обсуждали кандидатуру президента. Сидел Филат, Плохотнюк, они тогда послушными были и привезли Тимофтьев, нынешнего президента, в 2 часа ночи и выбирали же президента постарше, но чтобы не вошел во вкус, не захотел еще раз сам претендовать, послушного и чтобы не был подконтрольный конкретно Филату или Плохотнюку. В 2 часа ночи охрана Филата привезла Тимофтьев, говорят ему, господин Филат ему говорит, Тимофтьев, Коля, он говорит, я тебя завтра сделаю президентом. Его можно было уже к невропатологу отвезти, но представьте себе, вызвать судью простого в 2 часа ночи и сказать ему, что завтра мы тебя сделаем кандидатом президента, ведь именно такого и сказали. Он же с Путиным когда заговорил на саммите в Минске, вы знаете, вся страна у нас прослезилась в Молдавии. Он просто впервые у нас за 3 года заговорил вообще. То есть, как в фильме про немого ребенка, который после стресса в 23 года заговорил, так и наш, выступил впервые за 3 года. Ему не разрешают говорить. Вот так, есть официальный представитель президента, который выходит, озвучивает позицию, вот так, показывают его иногда. Так отпустят, отправят его в музей мадам Тесо, пусть хотя бы. Или дети фотографируются с ним в Диснейленде. Коллеги, вопросы еще остались? Ну что ж, вопросов нет. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Будем следить за ходом выборов. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok